Здравствуйте! С вами программа «Гипотеза» и я, Лилия Ильикова. Сегодня у нас очень интересный гость. Руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор политических наук Николай Дмитриевич Плотников. Добрый день! Николай Дмитриевич находится здесь в составе делегации Института Востоковедения РАН с тем, чтобы поспособствовать созданию в Казанском федеральном университете ситуационного центра по мониторингу международной ситуации. Все так? Так. Как решено создавать ситуационный центр? Решение было принято ректором института и университета давно, поэтому у нас ничего не остается другого, как оказывать помощь вам. Спасибо. И хотел добавить, что ситуационный центр будет создаваться все-таки на базе и в сотрудничестве Института Международных Отношений и Истории Востоковедения РАН. Да, это будет ситуационный центр Казанского федерального университета, но создаваться он будет, конечно, на базе института, который вы назвали, потому что по профилю работы институт и наш институт, Академия наук, мы во многом совпадаем. Нам легче будет найти общий язык. Чем будет заниматься ситуационный центр? Можете в двух словах буквально? Предполагается, что это будет многокомплексный, многофункциональный ситуационный центр. Основная задача, которую мониторинг международной обстановки, региональной и международной безопасности и подготовка нового аналитического продукта, который мог бы позволить ректору университета в перспективе президента республики Тарсовстан, возможно, и полпреду президента России в федеральном округе учитывать при принятии управленческих решений. То есть все очень на серьезном уровне. Я знаю, что ваш центр, вы с коллегами в прошлом году закончили масштабное исследование причиной и мотива радикализации трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в России. Это было долговременное исследование? Да, эта работа проводилась в течение практически всего прошлого года. Проект был международный, в нем участвовал Институт Востоковедения, Российской Академии Наук, как один из основных соисполнителей Королевский Британский Институт Оборонных Исследований, а также координировал эту работу одна из международных неправительственных организаций по миростроительству. Помимо ученых этих трех учреждений, в полевых исследованиях принимали участие представители Национальных Академий Наук и академических центров из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Мы их привлекли с тем расчетом, чтобы полевые исследования, которые впервые в таком масштабе в новейшей истории проводились на территории России, приняли участие, выходцы из этих регионов, носители языка, культуры. Потому что одно дело, когда узбек будет разговаривать с узбеком и говорить с ним откровенно на те вопросы, которые он никогда не скажет гражданину России, пусть он даже будет узбеком. То есть более открытая. И в связи с этим такой вопрос. Действительно, именно из стран Центральной Азии в Россию идет наибольший поток трудовых мигрантов. Хотя он и считает, что сокращается по статистике. И за последний год перестал сокращаться. Был некоторый спад. После 2014 года. Да, был некоторый спад в экономической трудности. После введения экономических санкций Западом произошло падение спроса на рабочую силу. Но прошлый год он резко возрос. По результатам прошлого года, больше всего было на территории России трудовых мигрантов из Узбекистана. Свыше 1 миллиона 800 тысяч человек. Затем граждан Таджикистана. 1 миллион 60 тысяч человек. И на третьем месте шли граждане Киргизии. Если брать в процентах, то получается, что 10% трудоспособного населения Узбекистана работали на территории России. Такая же картина по Таджикистану. А если брать для Киргизии, то в России оказалась сейчас самая крупная киргизская диаспора за рубежом. В полевых исследованиях участвовали сотрудники Института Востоковедения и представители всех трех республик. Работали две бригады в семи федеральных округах. Выбрали мы 13 мест по всей территории России, где наибольшее скопление трудовых мигрантов из этих трех республик. Татарстан тоже был? Нет, Татарстан у нас не был, у нас Самара была. Из этого федерального округа была. Самара, Саратов. Работали, если брать с востока, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, Самара, Саратов, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Сочи, Астрахань, Краснодар. То есть большой охват регионов. Фактически такое исследование при поддержке федеральных органов исполнительной власти, потому что без них такая работа была бы невозможна, и органов власти на местах было проведено столь масштабное исследование. Одной из причин послужило то, что на Западе стали появляться разговоры о том, что Россия превратилась в чуть ли не мировое щаде зла, откуда исходит основной поток боевиков в ряды Аль-Каиды и ИГИЛ в Сирии и в Ираке. Ну вот этим исследованием мы это все полностью опровергли. Это совершенно не так. Это раз. И второе. Некоторые западные партнеры России пытались доказать, что в России невыносимые условия, что в России это для трудовых мигрантов, вообще для лиц другой национальности. И даже тот вопросник, который был составлен британскими партнерами первоначально, он показал, мы проводили первый семинар перед тем, как начинать полевые исследования у нас на базе института, он показал, что наши коллеги из Британии совершенно не знают наших российских реалий, не будет им в обиду сказано. Они приехали с тем, что они кальку эту применили для мигрантов из арабских стран в Европу. Ну, таджики, киргизы и узбеки, точнее арабы, это совсем другие люди, другой менталитет. Поэтому было 45 вопросов. И путем трудного диалога представителей пяти стран, пять стран было, нам удалось выйти на консолидированный опросной лист. Там было 25 вопросов. Он, конечно, был не идеальный, но, по крайней мере, ответы мигрантов на них позволили нам получить ответы на злободневые вопросы, которые касались в том числе и интересов России, безопасности, экономических интересов и так далее. Самое главное, что по результатам опросов нам удалось опровергнуть миф, который на Западе появился. Какой? Что Россия – это исчадие зла, поставляющее боевиков в Сирию и в Ирак. А смотрите, участие британских коллег, оно было чем обусловлено? Они хотели использовать опыт, проводимого этого вашего исследования, для того, чтобы ситуацию у себя как-то изучать? Потому что, ну, Британия тоже с мигрантами сталкивается еще как. Либо они хотели... Это был чисто научный интерес. Просто научный интерес. Да. Там нормальные, меняемые люди. Не все же в Британии такие безответственные, как премьер-министр Тереза Мэй или Борис Джонсон, который вчера выступил с непонятными заявлениями и со своей постоянно зверушенной шевелюрой. Там в Британии, в Соединенных Штатах, поверьте мне, очень много нормальных, меняемых людей, с которыми можно вести речь. Конечно, коллеги. Так что про Терезу Мэй, кстати, вот чем вчерашний ультиматум закончился, как вы считаете? Да, я думаю, ничем. Она себя просто опустила, я прошу прощения за ненаучные слова, она себя опустила ниже Плинтуса. Если она считает себя руководителем такой великой державы, то опускаться до площадных каких-то обвинений обыкновенной уличной торговки никак нельзя. Понятно. Хорошо, что ничем не закончилось. Я все-таки перейду к вопросу, касающемуся вашего исследования. Вот смотрите, когда мы говорим о странах Центральной Азии, ну, более привычно, мне, например, говорить о республиках Средней Азии, это вот в таком постсоветском контексте. Ну, правильно, потому что в Центральной Азии, к сожалению, не мы. Да, у нас это Средняя Азия. Западники вели, для нас это Средняя Азия, она и географически правильная. Совершенно согласна. Когда мы говорим о возрасте трудовых мигрантов, когда мы говорим о людях, которые старше 40 лет, у которых за спиной советская школа, мы говорим о людях, с которыми у нас все-таки общее культурное прошлое, общее образовательное прошлое, общеисторическое прошлое в рамках Советского Союза. Когда уже люди более молодые приезжают, то тут, на мой взгляд, у нас с ними чем дальше, тем больше увеличивается культурная дистанция. То есть это уже люди, которых мы понимаем меньше, с которыми нет такого общего багажа. И с чем это связано? С тем, что нет советской школы общих, ну, естественно, общих образовательных программ, общих программ по истории, то же самое, по культурологии какой-то. Это связано с тем, что меньше стал преподаваться русский язык, а русский язык все-таки сокращается и в присутствии, и в преподавании, естественно. Связано ли это с переходом на латиницу, как вот с таким активным достаточно? Вначале было в Узбекистане, сейчас это будем наблюдать в Казахстане. Вот, который, в общем-то, Казахстан-то воспринимается как культурно близкий все еще. И в связи с этим, вот с чем это связано, и что нам делать в этой ситуации? Потому что есть такой полярный разброс мнений, есть люди, которые говорят, что давно пора уже вводить визы для мигрантов из Средней Азии, чтобы мы контролировали, кто приезжает, когда приезжает. То есть, если это другие страны, то другие страны. Есть другое мнение, согласно которому мы должны увеличивать свое культурное и языковое присутствие этих странах. То есть, увеличивать, усиливать деятельность культурных центров, как-то вот все-таки держать в орбите своей культуры тех людей, которые в этом заинтересованы. Какое ваше мнение? Что нам? Как быть? Вот первая волна трудовых мигрантов из Республик Средней Азии, давайте будем так уже называть, это в основном были люди, окончившие советские школы, советские высшие учебные заведения. И, в принципе, большого разрыва не было. Сейчас, по прошествии более двух десятков лет, в структуре трудовой мигранции, конечно, произошли большие изменения. В основном выезжают в Россию сейчас представители сельской местности. Это характерно, особенно для Узбекистана и Таджикистана. Естественно, низкое образование, общее, плохое знание русского языка, соответственно, плохое знание страны, в которую ты едешь. В результате получается, что по приезду в Россию так называемые дикие мигранты попадает сразу в поле зрения мошенников. А таких, к сожалению, во всех сферах сейчас развилось очень много. Которые начинают им предлагать свои услуги за деньги по легализации, получению разрешения на работу, патентов и так далее. Людей обманывают, бросают, они оказываются в безвыходном положении. Такие люди готовы сырье для вербовщиков. Одно время их было достаточно много. Я думаю, и в республике Татарстан органы безопасности таких выявляли. Для вербовщиков каких? Вербовщиков, которые как раз вербовали людей для участия в боевых действиях уже в Сирии и Ираке, в рядах ИГИЛ. Более стойкими к работе, более стойким к воздействию изборщиков, вот как показали исследования, являются люди старше 20 лет и те, у кого есть семьи. Они приехали с целью заработать в России, чтобы содержать своих родных, близких, кому-то потом открыть на родине бизнес и так далее. Самая слабая группа оказалась молодежь в возрасте до 18 лет, которая не имеет семьи, которая легко внушаемая. Например, исследования среди узбекских трудовых мигрантов показали, что большинство бригадиров стараются этих молодых ребят держать под контролем. И если только они начинают замечать изменения в их поведении, они сразу отправляют таких на родину, под ореха подальше. То есть опыт они такой наработали. Второй момент. Что здесь интересно? Органы власти на местах, к примеру, в Красноярском крае, стали извлекать уроки из допущенных ошибок. И более предметно и конкретно работать с национальными диаспорами, создавать общественные советы при местных органах власти, в которые входят как представители национальных диаспор, так и внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Генеральной прокуратуры. И это позволяет решать на начальном этапе многие возникающие проблемные вопросы, не доводя это до какого-то там взрыва. И вот этот опыт, я думаю, он сейчас будет распространен по всей территории России. Кто-то заявляет, что пора вводить визы, но не помогут визы. Зряшные решения. Да, это мы только рассоримся со всеми. Трудовая миграция, она обоюдовыгодна. Для России, которая испытывает дефицит в трудовых ресурсах, ведь в некоторых регионах у нас переизбыток, как, к примеру, на Северном Коказе, в некоторых регионах трудовых ресурсов не хватает. Поэтому России на ближайшую перспективу без трудовых мигрантов не обойдется. Но нам легче и лучше принимать трудовых мигрантов, все-таки близких нам по менталитету, которые когда-то были с нами в общей единой стране, нежели принимать трудовых мигрантов, как сейчас это происходит в Европе. Это совсем разные вещи. Далее, вот некоторые говорят, что интерес пропал к русскому языку. Я вам скажу наоборот. Вопросы среди трудовых мигрантов того же, к примеру, Узбекистана показали, что люди, которые планируют ехать уже со школьной скамьи работать в Россию, потому что ни Узбекистан, ни Киргизия, ни Таджикистан на ближайшие 10-15 лет не в состоянии будут обеспечить всю трудоспособное население, а там бурный рост народа населения рабочими местами. И основное направление у них остается. Это только ехать на работу в Казахстан и в Россию. Большая часть, конечно, едет в Россию. Так вот, там начали образовываться языковые курсы, заработали учебные центры при Россотрудничестве. В апреле прошлого года Владимир Владимирович Путин был с визитом в Ташкенте и был достигнут ряд договоренностей с новым президентом Узбекистана, Мерзеевым, о том, об упорядоченной трудовой миграции между Россией и Узбекистаном. Министерство труда Узбекистана открывает, ну, уже начало открывать, свои представительства почти в более даже чем 10 местах, в городах России, для того, чтобы люди ехали на работу уже под конкретные заявки. Не было стихийных таких процессов. Чтобы обезопасить и упорядочить процессы. Конечно, потому что это все, ну, жизнь заставила. И то, что органы власти Узбекистана к этому повернулись, это очень хорошо. Ведь основную нагрузку до сих пор выполняла Россия. То есть, с точки зрения языка, правильно я поняла, что процесс пошел вспять? То есть, сначала русский язык сокращали, и снизу как раз пошел вопрос, наоборот, на русский язык. А те, которые, я, например, честно говоря, ну, вы захотели казахи и узбеки ввести вместо кириллица, ватинцы, ну, вы идите. Только вы просчитайте, а к чему это приведет? Спросите свой народ. Мне кажется, народа не было. Потому что у меня много очень друзей. Я больше 20 лет проработал на Среднем Востоке и в Средней Азии. Поэтому у меня очень много друзей там осталось. Ведь с переходом с кириллицы на латильницу будет теряться огромный культурный слой. Сейчас вот в Узбекистане что произошло? Забыли одно, не выучили другое. Мигранты, которые приезжают сейчас в Россию, не в состоянии заполнить на русском языке простейшие документы для получения разрешения на патент, на проживание и так далее. Это трагедия. А вот в возрастной структуре мигрантов все-таки какой возраст преобладает? От 18 до 64 лет. Это исходя из наших опросов, кто был у нас. Ну да. А в процентном соотношении больше кого? В процентном соотношении больше 20 до 35 лет. То есть наиболее активные люди. И это те люди, которые уже, собственно, на советское образование, естественно, не застали в силу возраста. Да, многие не застали. Многие слышали. Вот, например, среди рабочих настройках Москвы два представителя Академии наук Узбекистана вели опросы. И ребята у них спрашивали, вот почему Киргизия вошла в состав ЕАЭС? Почему Узбекистан туда не вошел? Почему Узбекистан туда не вошел? Да, но им было трудно объяснить. У предыдущего президента Каримова была своя политика. У президента Таджикистана там свои взгляды. И все, и узбеки, и таджики завидуют киргизам. Ведь Киргизия, когда вошла в состав ЕАЭС, они получили те же права, что и граждане России. По дозустройству, по получению медицинского. У них нет такого обилия документов, которые необходимо получать при той же строительстве. Им стало легче жить. Интересно, что у киргизов выяснилось. Многие из них под воздействием ультрапатриотов, своих местных националистов, считали, а зачем мы опять идем в кабалу к России? Вот мы были их колонии. Они тогда считают, что они колонии были. Ну, есть люди, которые над этим усиленно работают. Зачем мы? А потом, когда мы приехали, мы поняли. Так это же благо, что мы с большой Россией. То есть люди это реально на примерах. А сейчас, буквально три недели назад, была большая международная конференция одна, на которой с горечью представители трех республик Средней Азии сказали, по прошествии стольких лет мы сейчас поняли, какие ошибки допущены. Какая-то трагедия для людей, что мы разделились границами, что у нас теперь паспорта разного цвета, что мы теперь по приезду в Москву вынуждены оформлять разрешение. Пробедение. Надо над всем думать, каждый раз. Десять раз надо подумать, один раз отрезать. А то, что вот выкрики там, и возрасты воздаются, что нас захлестнула миграция, ну, в современном мире это сейчас основная тенденция. Мир пришел в огромное движение. За этим надо следить. Большая миграция идет в Европу. Но Европа из этого ошибки фактически не извлекает. Вот, к примеру, сейчас на слуху это возросший рост производства в Колумбии кокаина. За последние два года динамика там идет очень большая. Но здесь парадокс получается. Группировки, которые европейские страны ликвидируют, возглавляют граждане Колумбии. Начинают разбираться, почему так легко происходит. Потому что у Колумбии безвизовый въезд в шенгенскую зону. И получается, что наркомафиози из Колумбии почему-то лучше, чем допропорядочные ученые из России. Мне, чтобы выехать на Международную конференцию в Европу, мне надо сдать пальчики. Ласмус сфотографирует и Пофель, и Ванфас. Потом меня сто раз на пункте пропуска полицейские смотрят. А если еще увидят, что я родом из города Грозного, это вообще караул. Я родился в Грозном. А потом еще увидят, что у меня вид такой. То ли русский, то ли не русский. Черноволосый. А еще увидят у меня визы арабских стран. То идет такая длительная проверка. У меня начинает иногда это беседие. Желание иногда забрать паспорт и снова улететь в Москву. Вот они парадоксы, к чему европейская демократия приводит. Ну да. С Европой тоже, кстати, интересный очень вопрос. Все-таки я его увижу. Во Франции есть такое явление, что там радикализируются больше как раз представители не первого поколения мигрантов, естественно, а второго. Третьего, четвертого. Да, уже, да. Второго тоже как бы местами типа движения. Третьего, которые выехали в Сирию и Ирак воевать, это как раз дети мигрантов, которые приехали благополучно там, вроде бы, ассимилировались. Да. Люди даже из неплохих семей со средним достатком, со знанием языка. Что интересно, вот они знают язык, они практически не отличаются от местных. Ну, во Франции вообще там приехав, и сказать, кто местный, кто не местный, да, потому что они уже очень хорошо смешаны. Вот как учесть вот этот опыт? То есть люди живут, в общем-то, в хорошей европейской стране, у них знание языка, у них такие же возможности, ну, практически такие же, как у этих французов, да. Что случается, почему они радикализируются? И как нам этот опыт, перенимаем ли мы этот опыт, то есть изучаем ли ошибки Европы, которая сейчас вот сталкивается с тем, что вроде бы у них политика открыта дверей, они готовы к себе принимать, и принимают в большом количестве, и у них проблемы теперь и с теми, кто приезжает сейчас, и с теми, кто приехал давно. То есть вопрос, как этот опыт нам? Опыт этот изучается, и мы его, безусловно, используем, в том числе и в рамках исследований, проводимых в Российской Академии Наук, выводы и предложения мы направляем в соответствующие органы государственной власти. Для Европы самая главная, самая главная беда, это то, что, мне кажется, они заигрались в свой мультикультурализм и демократию, иждивенчество для мигрантов порождает у них вседозволенность и безнаказанность. Поэтому по приезду, получая пособие, не работая, можно заниматься чем угодно, они же большая часть уходят в криминал потом. Если взять по Европе, какая организованная преступность стоит на первом месте в плане незаконного оборота наркотиков. Это как раз албанцы и косовары, этнические албанцы из Косово. Которые внешне-то, кстати, их так особо не отличишь, это не арабы. Да, это не арабы. У нас по другому пути Россия пошла. У нас миграция, а в основной массе это трудовая. Люди приехали заработать. Они прекрасно понимают, если ты приедешь, и политика российского государства на ноту направлена, если ты соблюдаешь права, обязанности и законы страны пребывания, ради Бога, работай, трудись, на благо своей семьи, на благо своей страны. Там же совсем другая ситуация происходит. И много таких парадоксов по Европе, которые просто начинают удивлять. В России, как оно будет во втором-третьем поколении, мы еще пока не знаем. Но учитывая опыт Европы, выводы определенные сделаны. Вот хотя бы то, что я говорю, создаются общественные советы при местных органах власти. В Европе, если посмотреть, такого нет. Там одна диаспора сама себе представлена, другая сама себе представлена. Без контроля за ними нет. Там, получается, эти анклавы, они живут своими законами. Дошло до того, что в ряде городов юга, к примеру, Бельгии, есть квартал, куда полиция вообще не заезжает. Это да, или шариатские патрули, которые распространены стали. Тоже в Британии, в Германии есть сообщения такие, что… А к нам, когда приезжает иностранная делегация и говорят, вот мы с вашими побеседовали мигрантами, они говорят, нет, у нас уже, говорят, в России. Такого нет. Органы безопасности работают мощно. Сразу, если что не так, вызовут, с тобой проведут беседу. Не поймешь, и главы национальных образований, наоборот, этому способствуют. Сразу последует высколка. То есть будешь в рамках закона, ради бога, живи, работай. Если ты его нарушил, кому понравится, если к вам придет какой-то гость к вашу дом и начнет вести себя неподобающим образом. Может, такого гостя выгонять больше никогда не пустят. И никому не нравится, поэтому Европа сейчас переживает всплеск вот этих популярностей правых партий. Просто огромный везде. Да, это ответная реакция. И поэтому вот как раз тоже с этим связано. Еще видите, как, в России же никогда не было колонии. Это тоже менталитет. Да, это совершенно другая же политика была в Санкт-Петербурге. А здесь, к примеру, у тех же французов, у тех же британцев постоянно чувство вины. Постоянно какое-то чувство вины. И поэтому они… Поэтому они допускают многие вещи. Ну да. Вот с вашей точки зрения и на основе исследований, как вы считаете, какая ситуация более приемлема, скажем, для взаимодействия с большим миграционным потоком, когда мигрантов много и они заметны, то есть их видно буквально, они находятся в поле зрения и всех тех органов власти, которые должны им заниматься. Но при этом они могут анклавизироваться. Либо когда их тоже много, но они очень легко интегрируются, то есть как бы практически растворяются, но при этом могут влиять на ту среду, которая их окружает. Здесь очень многое зависит от того, насколько эффективно работает на местах органы власти, правоохранительные органы и специальные службы. У них это записано в функциях. Если каждый будет выполнять свою задачу, не страшно. Пусть хоть живут анклавы, хоть живут отдельно. Но когда все под контролем, в нормальной семье все же под контролем. Или обоих, папа и мама, или папы. Поэтому государство... То есть все-таки такая вот патриархальная модель. Да, государство – это то же самое семья, только большое. Их должен кто-то постоянно за кем-то контролировать, наставлять, получать. Мне кажется, еще очень интересно то, что вы сказали в самом начале, что не только опасность нужно видеть в иммиграционных потоках, но и соблюдать права людей, которые приезжают, следить за тем, чтобы они не попадали в поле зрения мошенников и вербовщиков. Тогда это тоже как бы пресечение какого-то канала радикализации. Да, принимающаяся, любая принимающаяся страна должна с уважением относиться к вере, к национальной культуре, к языку. Но в России всегда так было. В России она была многонациональная, многоофициальная страна, как и тогда. И остается. Да, и остается такой. Поэтому, не знаю, например, у меня в коллективе, который возглавляет, есть и русские, и украинцы, и белорусы. И арабы, и афганцы, но они граждане России, уже давно живут у нас. И татары. Мы все граждане одной страны, работаем в одном коллективе, доверяем друг другу. В этом как раз и из-за общего будущего. Да, в этом наша сила. Спасибо большое, Николай Дмитриевич. Я напомню, что у нас был в гостях сегодня руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор политических наук Николай Дмитриевич Плотников. Спасибо. Спасибо вам. Все хорошо. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»